Всем привет, с вами Бассет. Как-то раз в один воскресный вечер один из моих подписчиков прислал мне один очень интересный отрывок со стрима Михаила Светова на ютубе. Поэтому мне очень не нравятся, например, стратегии. Они приучают человека относиться к людям как к ресурсу, а не как к субъектам правовым, не как к людям, обладающим субъектностью. И я, конечно же, полез гуглить этот вопрос. А нет, подождите, не этот. Конечно, я немного сомневаюсь, что стратегии накладывают какой-то негативный отпечаток на мышление человека и формируют таким образом жизнь. Но действительно, Михаил прав в том, что почти во всех стратегиях вы управляете армией обезличенных болванчиков, которые готовы выполнять абсолютно любой ваш приказ. Вы можете посылать юнитов на убой в любом количестве, хоть в воду, хоть в огонь, а в некоторых РТС даже заставлять атаковать юнитов друг друга. Иногда это выглядит совсем абсурдно и смешно. Я вот всегда вспоминаю игру в тылу врага 2, где солдаты радостно кричат там «Ребята, готовьтесь к наградам!» Это каждый раз, когда вы посылаете их выйти на пулемет или на 5 танков с одной гранатой. Но при этом Михаил, конечно же, намного менее подкован в игропроме, чем я, и, наверное, он никогда не слышал о такой игре, как Majesty 2 The Fantasy Kingdom 7. А это, кстати, одна из самых уникальных стратегий с необычным геймплеем для данного жанра, который зажидится на принципе непрямого управления. Indirect Control. То есть именно такого вот стиля игры, где ваши персонажи, ваши юниты автономны. И именно о ней мы сегодня с вами поговорим и узнаем, почему такой жанр стратегий не обрел подобной популярности, которая есть у РТС или у пошаговых игр. Но прежде чем говорить про игру с циферкой 2 в названии, нужно, наверное, вернуться чуточку назад в историю и узнать про то, как вообще появилась первая часть данной игры. Создателями была студия под названием CyberLore. Вряд ли многие сейчас вспомнят это имя, вряд ли оно вообще вам о чем-то говорит. Но, кстати, именно эти ребята из этой студии делали DLC для разных игр, в том числе для второго Warcraft, вторых героев, а также для четвертых MechWarriors. Если, конечно, вам об этом вообще что-то говорит. Первая часть Majesty, тем не менее, вышла в марте 2000 года. Действия игры происходят в стране Ордания, в таком фэнтезийном, интересном сеттинге. Игрок выполняет роль эдакого принца, герцога, барона, князька, там называть как хотите, это не важно, который формирует внутреннюю и внешнюю политику своего маленького, буквально крошечного на самом деле, королевства. Геймплей включает в себя средство разных зданий, вербовку героев и, собственно, все, что нужно для создания устойчивого развития и выполнения целей игрового сценария. Первым главным зданием является, конечно же, дворец или замок, и если он разрушен, то игра считается проигранной. Герои при этом живут своей собственной замечательной, радостной и не очень жизнью. Приказы напрямую отдавать нельзя, в этом главная фишка игры. Игрок может только предлагать какую-то награду, допустим, за убийство врагов, или там за исследование местности и ставит просто флажки вот с такими просьбами. И если награду героев устраивает... Ты бы еще консервных банок насобирал. ...предложение встречает спрос, то персонажи начинают выполнять эти задания и идут вот этим делом всем заниматься. И вдобавок к такой механике у героев также есть свои какие-то циклы жизни интересные. Почему, собственно, эта игра называется симулятор сим, да? Они могут там ходить, бухать в таверне, покупать что-то на рынке, покупать себе оружие, зелье и так далее, там ходить на турниры и все в этом духе. И при этом герои тратят в этих заведениях золото, которые потом сборщик налогов забирает и относит во дворец к вам. Каждый при этом квест и сценарий имеет какую-то уникальную карту. И даже если игрок начинает квест заново, то мир генерируется абсолютно случайно. И это в этом плане, конечно, очень круто для даты релиза данной игры. То есть в свое время, действительно, было кое-что уникальное, кое-что необычное. Карта, естественно, покрыта туманом войны, но при этом, если хотя бы один раз ее разведать, то вы будете видеть все происходящее на ней. И на момент выхода Majesty была действительно такая, знаете, маленькая локальная революция в жанре. Потому что такого геймплея нам практически никогда раньше не предлагали. По крайней мере, уж точно в таком сеттинге и с упором на сражения и оборону королевства. Конечно, позже подобные идеи будут активно развиваться и в несколько ином направлении. Ведь сама система непрямого управления позволяет создать очень такой клевый геймплей для многих игр в жанре симуляции. Идеальный пример таких игр — это большинство градостроительных симуляторов. Взять, например, тот же Тропика. Потому что такие игры позволяют вам почувствовать такую, знаете, некую автономность игрового мира, и при этом не делают вас всесильным богом, который может буквально управлять сознанием ваших персонажей, ваших людей. Но, как вы понимаете, градостроительных игр в будущем было еще очень много, на любой вкус и цвет. А вот стратегий с таким вот экшен-элементом и непрямым управлением было уже в разы меньше. Если они вообще даже были. По крайней мере, кроме Majesty я практически ничего даже и не слышал. Но, к счастью, уже спустя 9 лет с выхода оригинальной Majesty вышло продолжение. И 11 сентября 2009 года уже, кстати, другая студия, которая называлась Inoco, она была отечественной, презентовала миру замечательный сиквел данной необычной стратегии. И при этом разработчики сделали правильный выбор и решили не отходить от канона, и предпочли просто вот взять и отполировать все, и адаптировать все то, за что люди вообще, в принципе, любили первую часть. Геймплей очень хорошо сохранился, система оставалась такой же. Строите здания, нанимайте героев, управляйте ими с помощью мотивации флагов, и наслаждайтесь всем этим процессом. Однако, как это часто бывает с сиквелами, мнения у фанатов уже быстро и очень сильно разделились. Как всегда, возникло сильное недовольство любителей именно первой части, и оно прослеживается даже сейчас по отзывам в Стиме. С чем же оно связано? Во-первых, графика. Новая 3D Majesty смотрелась, кстати, довольно хорошо. Ну, по крайней мере, так казалось мне, когда я в нее впервые играл, и также казалось очень многим критикам. Но при этом многим людям визуал все равно оказался слишком ярким и слишком непохожим на первую часть. Если сравнивать с играми того времени, то она, конечно, при этом еще и заметно уступала в технических характеристиках. Да, это просто был графон намного слабее, чем у конкурентов. А яркая рисовка и дизайн все равно не дотягивали до красот, например, моей горячой любимой Kings Bounty. Ну, а тут, конечно, уже на вкус и цвет, как говорится. Ну, вот одно точно, все выглядело намного более мультяшно и детски по сравнению с первой частью. Впрочем, конечно, графика при этом не была прям плохой, нельзя так говорить, она просто проигрывала своим конкурентам. Ну и, конечно же, бюджет Majesty 2 был намного скромнее, чем бюджет какой-нибудь Count on Concord 3 или любой другой стратегии того времени. Все-таки она больше подкупала именно геймплея. Может быть, было что-то интересное в сюжете во второй части? Ну, в целом, наверное, нет. Он, конечно, там был, там даже была какая-то предыстория королевства Ордании, в котором долгое время царил порядок, и многие короли одерживали великие победы. Но вот вдруг последнему королю Леонарду завоевывать было нечего. Вот он призвал какого-то демона на свою беду, этот демон его угрохал, узурпировал трон, вернул государство в хаос. И вот теперь игроку предстоит доказать, что именно он истинный станет боротован, трон ему принадлежит по праву, и, собственно, именно его собирается взять этот трон игрок в свои руки. Ну, или, скорее, под свое седалище. Я, конечно, описал все это дело довольно серьезно, но сам сеттинг игры, конечно, сделан в совсем другом стиле. Это, наоборот, эпическая фэнтези с такими нотками юмора, шутками и общей такой, знаете, атмосферой несерьезности, комичности. Смотрится это нормально, не сказать, что это прям ужасно. Таким образом развивались многие игры, такие вот элементы сюжета и сеттинга используются довольно часто в таких вот именно жанрах игр. Но, конечно, какого-то крутого сюжета или сюжетных поворотов тут нет, ну и, наверное, игра на это и не претендует. Как-то вот мне в этом плане она совсем не запомнилась. Но, наверное, это не так страшно. Давайте уже все-таки поговорим про геймплей, про самую главную составляющую, про краеугольный камень Мэджести. Как я уже отметил, выше кардинальных изменений у игры не было. И это, пожалуй, наверное, главный плюс Мэджести 2. Она сохранила секретную формулу, за которую в нее было очень интересно играть. И даже если вам не очень нравились другие аспекты игры, других аналогов Мэджести просто практически не было. Это действительно уникальный продукт. Но при всем этом, как часто бывает, произошло очень много упрощений и ошибок в процессе передачи ценного опыта первой части по второй. И какие же это были ошибки, давайте разберем. Самая главная проблема игры, в которой я абсолютно согласен с абсолютно всеми другими критиками и с отзывами других пользователей, которые играли в Мэджести 2, это искусственный интеллект. Я очень хорошо помню времена, когда я играл в нее сам. И просто, ребят, безумно больно смотреть на то, как ваши герои тупят и идут помирать в неравном бою. А вы-то и сделать толком ничего не можете, разве что вот менять флаги с наградами. Ощущения были примерно такие. И при этом многие игроки ругают игру за пассивность героев. Ну, дескать, подросло такое, знаете, поколение зумеров, которые сидят в замке и не хотят играть на улице. Никто карту не изучает, в походы никто не ходит. Иными словами, постоянно приходилось тыкать миллион флагов и полагаться на сговорчивость и на продажность героев. При этом автономия всех персонажей тоже поубавилась, и это, конечно, огорчало. Разведчики часто тупят дома, разбойники не воруют сундучки и деньги и так далее. Все герои стали абсолютно жадными до денег. Бабки, бабки, сука, бабки! Если раньше воины ходили и защищали логово монстров ради славы и собственного ЧСВ, то теперь их интересовала только награда. Сначала поговорим о величине награды. Но при этом те же самые воины с радостью бросались на монстра, у которого было на 15 уровней больше, и этот монстр также радостно их сворачивал в бараний рог. И если ваш замок атакует, все герои резко возвращаются домой. Ну, так было только в первой части, а вот во второй ребята будут заниматься своими иными делами где-нибудь в таверне. Короче, с искусственным интеллектом действительно была беда, и он дико бесил меня и многих других геймеров, которые помнят эту игру. Но хрен с этим искусственным интеллектом, он, в общем-то, страдал во многих играх того поколения, того времени. Самой большой проблемой все-таки был баланс игры, а точнее та нереальная сложность, на которую жалуются практически все, кто вообще играл в Мэйджести 2. Потому что игра постоянно подбрасывала уровень с каким-нибудь мега сильным драконом, которого было крайне тяжело убить. Или же враги просто рашили вас со старта, а ваши защитники занимались кексом в таверне или еще чем-нибудь несрочным в момент опасности королевства. И когда я играл в него много лет назад, я очень сильно страдал от миссий, где монстры спавнились практически без остановки и штурмовали вашу базу. А от могилок и канав с героями спавнилось их еще больше. В результате Мэйджести 2 приходилось постоянно перепроходить и перезагружать. И, конечно, в сложности есть какой-то свой шарм, но здесь вы чувствуете себя просто бессильным и беситесь на тупость ваших героев или на непропорциональную сложность игры и сложность уровней. Это было даже страшнее, чем Dark Souls, потому что вам частенько приходилось заучивать сценарий и долго выбирать билдордер, чтобы успешно пройти дальше. Я помню, что я эту игру все-таки забросил и так и не добил до конца. Ну, да и в какой-то момент она все равно становится немножко однообразной, наверное, опять-таки, из-за квестов. Часто все начинается с какого-то босса-качалки, который приходит ломать вам здание на старте и которого, естественно, нужно наказать в конце. В данный момент в стиме у игры отзывы смешанные. Я думаю, что это все-таки немного незаслуженно. Да, у игры много минусов, но попробовать ее все-таки стоит. Я крайне рекомендую вам ознакомиться с ней и поиграть в нее самому. Первую часть или вторую, как вам покажется лучше, вы не пожалеете, потому что подобный уникальный геймплей редко где встречается. И несмотря даже на мои собственные спорные впечатления о ней в момент прохождения, в памяти она все-таки отпечаталась как интересный самобытный продукт, о котором стоило сказать пару слов. Их я сегодня сказал выше, без лишних спойлеров и скрупулезных подробностей. Я бы дал этой игре оценку 6 или 7 баллов. Это не шедевр, но это все-таки та вещь, с которой нужно быть знакомым. На этом у меня сегодня все. Обязательно пишите, что вы знаете о серии Мэжести, пробовали ли вы ее сами, делитесь мнением. Я очень люблю читать разную критику. Если есть какие-то сайты по видео, то буду очень рад, буду приветствовать. С вами был Bassett. Желаю вам всего хорошего. Всем пока и до скорых встреч.